Итак, уважаемые зрители, о чем же свидетельствует это бурлящее море дипломатического креатива с украинской стороны? Наряду с дипломатическим тупиком в переговорах о мирном урегулировании на Донбассе, ситуация в российско-американских отношениях продолжает следовать в логике новой холодной войны. Но, как говорится, дальше больше. Ну а во Франции на этой неделе отставные военные выступили против исламизации и предрекли стране гражданскую войну в случае, если к ним не прислушаются. Результаты впечатляют. При нулевой иммиграции количество мусульман во Франции через 8 лет увеличится до 8,6 миллиона человек, во втором случае исследователи прогнозируют рост до 12,6 миллионов человек, в третьем на 18%, то есть до 13,2 миллиона. Ситуация зашла так далеко, что вряд ли ее уже можно переломить даже самыми жесткими административными решениями. Здравствуйте, уважаемые зрители. На этой неделе информационное пространство продолжило бурлить различными громкими заявлениями о переговорном процессе по поводу мирного урегулирования на Донбассе. И хотя в их результативность уже давно не верят даже сами авторы этих заявлений, делать нечего, придется анализировать. Первым информационным поводом в донбасской линейке 26 апреля стало заявление Владимира Зеленского о том, что он поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку договариваться с представителями администрации президента РФ о возможной встрече с Владимиром Путиным. Как заявил президент Украины, цитата, «Все идет к тому, что эта встреча состоится. Я действительно предложил, и вы это слышали, встретиться на Донбассе. Президент РФ подтвердил желание встретиться, но предложил мне встретиться в Москве. Я уже дал задание руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связался с администрацией президента Путина, и чтобы они нашли понимание и сроки, и место, или город, где мы можем встретиться». Когда Владимир Зеленский говорит о своем предложении встретиться с российским президентом, он подразумевает сделанное на прошлой неделе публичное заявление с предложением встретиться в любой точке украинского Донбасса. С политтехнологической точки зрения это заявление было направлено на то, чтобы показать недоговороспособность России, так как предполагалось, что Москва вряд ли на него согласится. Однако российская сторона, вполне в духе политического дзюдо, обернула ситуацию против самого Зеленского. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Казак предложил Германии и Франции до 27 апреля обсудить перемирие на востоке Украины, проведя встречу на Донбассе с участием Украины, а также представителей неподконтрольных территорий. Для Киева согласиться на такое предложение означало бы дезавуировать тезис о том, что Украина не ведет переговоров с сепаратистами и террористами, а отказаться от него значило бы прослыть недоговороспособным. Чтобы уйти от этого неприятного выбора, в офисе президента ухватились за другое заявление Владимира Путина, в котором тот выразил готовность принять Владимира Зеленского в Москве и обсудить вопросы двусторонних отношений, но не проблему мирного урегулирования на Донбассе. Позднее тезис о том, что Путин не намерен говорить с Зеленским о Донбассе, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Несмотря на то, что в Киеве главной темой встречи двух президентов видят именно Донбасс, в офисе украинского президента решили использовать все возможности для пиара и заявили о начале подготовки к встрече. Между тем, дальнейшие заявления Владимира Зеленского в интервью западной прессе делают перспективы прямых переговоров с российским лидером крайне сомнительными. Так, в интервью изданию Financial Times, опубликованном 26 апреля, украинский президент выразил желание изменить минский формат переговоров и подключить к нормандскому формату США, Великобританию и Канаду. При этом, под изменением минского формата Владимир Зеленский понимал изменение самого комплекса мер по выполнению минских соглашений, что следует из контекста интервью. Цитата. У нас есть два варианта. Мы можем изменить минский формат, скорректировать его, или мы можем использовать какой-то другой формат. Сейчас я участвую в процессе, который был составлен до меня. Минский формат должен стать более гибким и служить целям настоящего, а не прошлого. По большому счету, ничего нового в этих предложениях украинского президента нет. Еще со времен Петра Порошенко официальный Киев пытается склонить партнеров по переговорам в минском и нормандском форматах к изменению последовательности выполнения минского комплекса мер. Конкретно украинскую сторону не устраивает то, что, согласно документу, выборы на неподконтрольных территориях должны состояться до, а не после передачи границы с Россией под контроль украинских силовиков. Другие важные пункты, которые в Киеве не желают выполнять, касаются прописывания особого статуса отдельных районов в Конституции и всеобщей амнистии. Ранее в Москве уже неоднократно давали понять, что на переписывание минских соглашений, равно как и на подключение к переговорам США или других стран, Россия не пойдет. Собственно, 26 апреля эту позицию в очередной раз подтвердил Дмитрий Песков. Цитата. Есть смысл обратить внимание на интервью президента Украины Зеленского газете Financial Times. В этом интервью как раз президент говорил о необходимости изменения минского формата, добавления других стран и так далее и тому подобное. Это очередной тревожный сигнал. Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация, это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив, собственно, ему конец, просто невозможно. За предложениями изменить минский формат последовали еще более занятные инициативы. Так, в опубликованном в итальянской газете La Repubblica 28 апреля интервью, Владимир Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для диалога о мире, говоря о встрече с Путиным. Позже прозвучало заявление о том, что в случае, если украинская и российская стороны обратятся в Ватикан с просьбой стать площадкой переговоров между лидерами двух стран, то Святой Престол не сможет им в этом отказать. Однако, как сообщают СМИ, президент Украины Владимир Зеленский не согласовывал с Ватиканом свое предложение, и для дипломатической службы Ватикана это стало своего рода неожиданностью. Итак, уважаемые зрители, о чем же свидетельствует это бурлящее море дипломатического креатива с украинской стороны? Вероятно о том, что у Владимира Зеленского рассчитывают пропиариться на теме мирного урегулирования и организации двусторонней встречи с Путиным. Как показывают социологические исследования, в Украине идея прямых переговоров с РФ на высшем уровне пользуется довольно высокой популярностью. Поэтому здесь Владимир Зеленский очевидно работает на электорат, параллельно озвучивая месседжи о желании изменить Минские соглашения в интересах Украины и подключить к переговорам США. И если пиар-эффект для украинского президента от предполагаемой встречи с Путиным очевиден, то вопрос о том, зачем это нужно российской стороне, остается без ответа. На выполнение политической части Минского комплекса мер, на чем настаивает Москва, Киев, очевидно, не готов. На какие бы то ни было серьезные компромиссы тоже. Поэтому, скорее всего, в Кремле постараются мягко съехать с темы встречи, которая представляется заведомо безрезультатной, либо поставить условия о том, что тема Донбасса не будет на ней обсуждаться ни в каком виде. Подробнее о дипломатических перипетиях вокруг Донбасса поговорим с политическим аналитиком Русланом Безяевым. Здравствуйте, Руслан. Добрый день, Даниил. Добрый день, уважаемые зрители. На протяжении последних двух недель мы слышим целый ряд заявлений, преимущественно от представителей украинской стороны, от Владимира Зеленского. Таких достаточно разнонаправленных, я бы сказал, заявлений. То он говорит в интервью изданию Financial Times о необходимости изменить минский формат. Ну, насколько я понимаю, там подразумевалось не только изменение состава участников, которым Владимир Зеленский предложил добавить Соединенные Штаты, Британию и Канаду. Это касалось в основном нормандского формата как раз. А вот по Минску, вероятно, его не устраивали сами минские соглашения. Ну и мы не впервые слышим эту песню уже от украинских властей. А с другой стороны идут разговоры о вероятной или невероятной встрече на высшем уровне украинского и российского президентов. Вот как вы оцениваете все эти дипломатические перипетии? К чему они в итоге придут или не придут ни к чему, возможно? Какова ваша оценка? Ну, попытка вырваться из минского капкана. То есть, насколько я понимаю, и Порошенко, и Зеленского минский формат не устраивает. Не устраивает, правда, по разным причинам. Для Петра Алексеевича минский процесс – это была попытка все заморозить и спокойно маневрировать между ключевыми центрами силы. Депутаты БПП никогда в непубличных разговорах не стеснялись говорить, что мы подписали Минск ровно для того, чтобы выиграть время. Никто эти соглашения выполнять не собирался изначально. Причем, что самое интересное, Даниил, что их злейшие оппоненты тоже придерживались той же точки зрения, что Минск подписан не для того, чтобы его выполнить, а для того, чтобы иметь возможность получить политические баллы внутри страны, педалируя эту тему. 2019 год показал, что эта концепция умерла. Но родилась ли новая концепция? Нет. Почему? Потому что просто отказаться от Минска, не предложив какую-то конструктивную альтернативу, которая будет воспринята всеми участниками переговорного процесса, невозможно. Что такое расширение нормандского формата? Что такое нормандский формат? Это производная от Минских соглашений. Поэтому невозможно расширить, перепрофилировать или девальвировать нормандский формат вне логики Минских соглашений. Значит, надо что-то сделать с Минскими соглашениями. В этом плане позиция России последние шесть лет не меняется. Давайте выполним Минск, а потом поговорим про все остальное. Позиция Украины заключается в следующем. Мы не можем выполнить Минские соглашения, потому что буквальное выполнение политической части Минских соглашений взорвет страну изнутри. И при этом мы все вопросы хотим решать с Россией, потому что мы считаем, что именно Россия ключевая сторона конфликта. А Донецк и Луганск в этой ситуации производная. Россия говорит, так ребята, в таком случае мы будем с Америкой говорить. Потому что вы тоже не самостоятельная фигура или с коллективным Западом. Не, подождите, говорят наши, давайте встретимся, перегрузим условно говоря украинско-российские отношения в этом контексте, решим вопрос Донбасса как минимум. Как максимум давайте еще и о Крыме поговорим. Ну, собственно, вокруг вот этой проблематики последние месяцы происходят все движения, в том числе на дипломатических фронтах. К чему они могут привести? Можно ли исключить прямую встречу президента Украины и России? Нет. Состоится ли она, к примеру, в Москве или Киеве? Сомневаюсь. Состоится ли она где-нибудь на нейтральной площадке в рамках какого-то международного форума или международного мероприятия? Допускаю. С большой долей вероятности. Состоится ли это в ближайшее время? Ну, посмотрим. Почему? Потому что даже те скупые комментарии и заявления официальных лиц говорят о том, что стороны в принципе не против встретиться и даже согласовать место встречи. Но самое главное это повестка дня. То есть тут или Украина говорит о том, что хорошо, окей, решаем все остальные вопросы и по крайней мере ситуацию замораживаем, превращая ее в Приднестровье 2.0. Либо давайте найдем какие-то точки соприкосновения, перезагрузим, перезапустим процесс и выйдем действительно на конструктивное решение этой проблемы. Но танго танцуют вдвоем. То есть здесь с одной стороны необходимо согласие России, с другой стороны необходимо принять и подписать то решение, которое мы сможем выполнить безотносительно частных мнений наших западных партнеров. Например, Соединенных Штатов Америки или Великобритании, которые формально не участвуют в этом процессе, но по факту имеют на него огромное влияние. Руслан, вот у нас часто в Украине говорят о том, что там перезагрузим, минский процесс и так далее. Вы тоже сейчас повторили эту формулировку. Но ведь присутствует понимание того, что вот этот, ну скажем, способ, которым Украина хочет перезагрузить минский процесс, то есть получение границы до проведения выборов на Донбассе, он по сути равен, скажем так, капитуляции так называемых ДНР и ЛНР. То есть вот особенно при Петре Порошенко об этом много говорили, о том, что давайте-ка вы выводите оттуда все войска, при этом российскими войсками назывались и граждане Украины, служащие в сепаратистских формированиях. Давайте, значит, выводите это все оттуда, отдавайте нам границу, и на этом разговор закончен, а мы потом, может быть, когда-нибудь подумаем об особом статусе и что-то в этом. Совершенно верно. Совершенно очевидно, что проиграв две военные кампании в 2014 и 2015 году, летнюю и зимнюю. Украина, ну, рассчитывать на капитуляцию противоборствующей стороны не может. Это, мягко говоря, нереалистично. Совершенно верно. Вы заметили то, какая была повестка дня, и тогда, и которая частично присутствует сейчас, она иррациональна. То есть, ну, тут самое смешное даже не это, Даниил. Самое смешное заключается в том, что даже если эти условия будут приняты, все равно никакой реинтеграции в этой конструкции не будет. По многим причинам. И электоральной, и экономической, и политической. То есть, сейчас делаются все шаги цели, чтобы минский процесс не просто не был выполнен никогда, а заморозился где-то там лет на 50-60. То есть, такая постановка вопроса, такие, знаете, контрольные точки, отдайте нам границу. Потом выведите войска, потом мы проведем выборы, а потом вообще будем делать все, что мы считаем нужным. То, как строилась конструкция при Петре Алексеевиче, это просто все подводилось к тому, а, ну, вы не хотите, ну, значит, мы ничего делать не будем. Чтобы не выполнять. То есть, изначально создавались такие искусственные условия, чтобы Минск не выполнять. Ни в коем случае. В этом убедились и наши западные дипломаты, наши коллеги западные, да, когда разработали план Мартина Садика. Почему я так много времени ему уделяю в своих интервью? Это был план конструктивного выхода из ситуации. Самая основная его особенность — это взаимные компромиссы и рабочее состояние. Но все стороны конфликта подумали и сказали, «Та нет, господин Садик, спасибо, вы хороший план разработали, мы лучше оставим все, как есть, сохраним статус-ко». После 2020 года, когда в России ушел Сурков, а в 2019 году Украине победил Зеленский, появилась надежда на то, что свет в конце тоннеля есть. Но, судя по последним событиям, мы убеждаемся, что это опять летящий навстречу поезд. Потому что с этой стороны, с нашей, не было сделано несколько ключевых шагов, на мой взгляд. Первое — это перезагрузка идеологического поля. Это две несовместимые территории идеологические. Второе — не было совмещено политическое поле. Для того, чтобы говорить о проблеме Донбасса, надо перезагружать полностью украинско-российские или российско-украинские отношения, называть это как угодно. Третье — это поэтапный возврат суверенитета. Это параллельный, но очень важный процесс для того, чтобы выйти из Минского тупика. И четвертое — это четкая, комфортная социальная перспектива. То есть люди не будут возвращаться туда, где им некомфортно. Даже если вы будете заталкивать их туда штыками. Это нереально в 21 веке. Но концепция нашей переговорной группы, условно говоря, концепция Резникова, это лайт-вариант концепции Порошенко. С плюс-минус таким же результатом. В принципе, учитывая всю совокупность ситуации вокруг Украины, геополитическую, на данном этапе их вполне бы устраивала заморозка. Собственно, то, что мы наблюдали с лета 2020 года. Процесс остановился. Сначала притормозил весной, 20-го потом летом остановился. Сейчас заморозился. Но учитывая, что и администрация Байдена, и Великобритания, и Европейский Союз имеют свои взгляды на эту ситуацию, приходится что-то делать. Обратите внимание. Собственно, все движения в этой сфере пошли после визита Зеленского к Макрону. Ну как вам сказать движения? В общем-то, это движения по кругу. Они наблюдались и два года назад. Ну смотрите, прямая встреча президента в повестке не стояла еще полгода назад. Ну полгода назад не стояла. А вот в 2019 году, вспомните, перед саммитом нормандского формата об этом говорили. И обсуждали в том числе и двустороннюю встречу, не в рамках нормандского формата. То есть мы все ходим по кругу. Круг? Новое это все равно, это всегда хорошо забытое старое, но есть моменты. То есть ситуация в 2019 году и ситуация в 2021 году все-таки отличаются. Байден и Трамп — это разные концепции по Украине. Совершенно другая сейчас концепция у Франции. Обратите внимание, если в 2019 году Франция и Германия выступали единым фронтом, то сейчас позиция Франции и позиции Германии — это немножко разные вещи. Это даже видно по тем кластерам, которые они предложили. Третье — Великобритания, которая появилась в качестве самостоятельного игрока. Может быть, не такого публичного, но достаточно весомого. Поэтому я бы не проводил прямых аналогий между 2019 и 2021 годом. Да, есть много общего, но согласитесь, есть разное. И это разное, оно концептуально меняет ситуацию. Поэтому если раньше все шло к встрече в нормандском формате, которая должна была разморозить ситуацию и перезапустить минский процесс, то сейчас речь идет скорее больше о двухсторонней встрече, о решении украинско-российских противоречий, попыток найти точки компромисса и в этом контексте решить проблему Донбасса. В 2019 году стоял вопрос просто про Минск. Ну и оптом там пошел газовый договор, потому что подходил срок. Если бы он, например, был заключен до 2021 года, я сомневаюсь, что были бы такие движения на газовом фронте. Ну да, действительно. С другой стороны, мы понимаем, что в самом деле в дипломатической сфере наблюдается полный тупик в переговорах. Но вот на местах происходят, скажем так, интересные события, которые принято у нас называть обострением. И, в общем-то, ситуация на линии соприкосновения на сегодняшний день далека от статуса замороженного конфликта. Это конфликт низкой интенсивности, позиционная война с периодическими обстрелами. Очень низкой интенсивности, да, минирование, снайперские дуэли, обстрелы и так далее. То есть это все-таки не замороженный конфликт. Ну, смотрите, это было и в 2020 году, по большому счету. Чем ситуация вот в апреле 2021 концептуально отличается от ситуации в апреле 2020. Вот концептуально, Донбасс. Все плюс-минус тоже. Как это было и в 2016 году, это то же самое. Да, то есть и в 2016 году, и в 2017 году, в 2018, в 2019, в 2021 мы наблюдаем плюс-минус одинаковую картинку. То есть фактически, знаете, это такой позиционный тупик. Не туда, не сюда. Но ключ к решению проблемы лежит все-таки не на линии соприкосновения, а в дипломатии, потому что политика — это всегда дипломатия. И здесь очень важно понять, а где находится ключ от решения конфликта. Киев говорит, что в Москве. Москва говорит, что, к примеру, в Вашингтоне или в Париже. Знаете, на мой взгляд, ключ от решения конфликта лежит в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона. Совершенно верно. Это один из ключей. Поймите, Данил, это один из ключей. И они сейчас ухудшаются. Сейчас началась новая холодная война. Поэтому конфликт решен не будет. Но это мое мнение. Ну, смотрите, посмотрим, с какой повесткой дня прилетит Блинкин в Киев. Это будет достаточно интересная повестка дня. Насколько она будет публична, это уже второй вопрос, но она будет достаточно интересна. Второе. Хватит ли у товарища Блинкина танковых дивизий? То есть хотеть-то можно все что угодно, а как это выполнить? Я сомневаюсь, учитывая то, как реагируют ключевые геополитические игроки на последнее заявление и действие администрации Байдена, что у него получится возглавить, знаете, такой коллективный крестовый поход Запада на Восток. Очень сомневаюсь. Знаете, разница потенциалов сейчас лежит не в плоскости коллективного Запада. Да, это там, например, на момент распада Советского Союза коллективный Запад контролировал 68% мирового производства. Сейчас 32%. Затаксованность возьмите основных экономик. Возьмите ключевое противоречие даже в формате Британия, Соединенные Штаты Америки. Я уже не беру там Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, или Ближний Восток, Соединенные Штаты Америки и далее, 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 далее. Это очень хорошо проявляется, например, на перипетиях переговоров с Ираном по поводу продления ядерной сделки. Поэтому не все так, Данил, однозначно. Я бы не стал так линейно ставить вопрос, что только, скажем, взаимоотношения Москвы и Вашингтона решат эту проблему отнюдь. Пример. Будучи вице-президентом, Джо Байден выступал в Верховной Раде. Я говорил о том, что у Украины две проблемы. Первая проблема – это коррупция, которую принес сюда Путин. Зачем Путин назначил Хантера Байдена директором буризма, я так до сих пор не понял. Может, вы мне ответите. И вторая проблема – это инкорпорация Штатов, как они называли непризнанные территории, в Украину. Судя по тому, как выступала на слушаниях в Сенате Виктория Нуланд, небезызвестная, эта концепция возвращается в публичную плоскость. То есть она уже сказала, что Путин принес в Украину коррупцию, это главная проблема. Но одно дело артикулировать, другое дело делать. Даже несмотря на выступление Виктории Нуланд перед ключевыми депутатами Верховной Рады 8-го созыва, это, по-моему, была или весна, или лето 2016 года, тогда же истерику устроили, мы не будем это выполнять. Да-да, безусловно. Саботаж на местах наше все, как говорится. Даже не саботаж, Кирилл. Я бы назвал это не саботажем, я бы назвал это ощущением того, что пока не будет внутри страны консенсус, как это делать, крайне будет тяжело сдвинуть что-то с точки зрения конечного результата. Какие-то отдельные шаги, да, но в целом нет. Ну что ж, на этом я благодарю вас за беседу. В гостях у Международной панорамы был Руслан Безяев, политический аналитик. Наряду с дипломатическим тупиком в переговорах о мирном урегулировании на Донбассе, ситуация в российско-американских отношениях продолжает следовать в логике новой холодной войны. В России об этом уже заявляют вполне открыто. Так, 23 апреля заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российско-американские отношения оказались вновь в состоянии холодной войны. Об этом он написал в своей статье для РИА Новости. Цитата. За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути вернулись в эпоху холодной войны. Медведев отметил, что мир оказался в состоянии непрекращающейся нестабильности из-за обмена санкциями, взаимных угроз, конфликтов и защиты государствами своих эгоистических интересов. При этом именно США играют первую скрипку, а Россия, как и СССР в прошлом, всегда лишь догоняет Америку по уровню угроз оппоненту. Но, как говорится, дальше больше. 27 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью все тому же изданию РИА Новости заявил, что если в отношениях Москвы и Вашингтона не произойдет каких-либо изменений, то оба государства будут жить в условиях холодной войны или еще хуже. По его словам, США должны прекратить бесперспективные попытки возрождения однополярного мира и создания условий, при которых другие страны будут подчинены Западу. Как отметил министр, Вашингтон должен выполнять свои обязательства, прописанные в уставе ООН, иначе у нас ничего не получится. Далее цитата. «Ну, если нет, это их выбор. Значит, будем жить в условиях, как вы сказали, то ли холодной войны, то ли в условиях еще хуже. Я считаю, что в холодную войну напряжение было, конечно, очень серьезное. Не раз возникали рискованные ситуации, кризисные ситуации, но было взаимное уважение, которое сейчас в дефиците». При этом на все дипломатические оговорки, начинающиеся со слова «если» в речи российского министра, не стоит обращать внимания. По факту Сергей Лавров описал ту ситуацию, которая уже стала реальностью и в ближайшие годы вряд ли существенно изменится. Ну, а если между Россией и США уже идет новая холодная война, то и дальнейшие политические шаги могут быть направлены лишь на максимальное обособление друг от друга и выстраивание всевозможных барьеров. Новость о скором создании в России списка недружественных стран полностью укладывается в рамки этой тенденции. В интервью, которое мы уже упоминали выше, глава МИД РФ заявил, что список недружественных стран скоро появится. По его словам, у правительства есть соответствующие поручения, а все критерии понятны. Страны из этого списка не смогут нанимать в свои диппредставительства российских граждан. Цитата. Я думаю, скоро у правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, цитата, Вся история началась с очередного витка недружественных действий США. Эта страна и открыла перечень. Остальные государства вы узнаете, когда будет опубликовано распоряжение правительства. Несмотря на то, что пока концепция списка недружественных стран предполагает лишь запрет для их диппредставительств нанимать на работу граждан России, логика конфронтации подсказывает, что этим дело может не ограничиться. Так, если Соединенные Штаты продолжат вводить против России новые санкции, а они непременно продолжат, на юридические лица из стран, попавших в список, могут быть наложены различные ограничения. Например, им могут запретить быть собственниками акционерных долей в российских добывающих компаниях. Не исключено и создание препятствий при регистрации филиалов таких юридических лиц в России. В конечном итоге, как мы уже говорили ранее, дело может дойти до максимального взаимного ужесточения визового режима и фактически опускания нового железного занавеса. Причем опустится он не только между Россией и США, но и между всеми странами-союзниками каждой из сторон. 28 апреля, основываясь на принципах взаимности, правительство России приняло решение выдворить двух литовских дипломатов по одному дипломату из Латвии и Эстонии и трех сотрудников посольства Словакии в Москве. Дипломаты должны покинуть Москву в течение недели. Как значится в официальном сообщении российского МИДа, главам дипмиссии заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Разумеется, продолжение взаимной высылки дипломатов также укладывается в тренд новой холодной войны. Примечательно и то, что не дожидаясь новых санкций с американской стороны, Россия уже готовится к их введению. Так, в интервью РИА Новости, которое мы уже упоминали, Сергей Лавров сообщил, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. По его словам, правительство и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежной и гарантировала полную независимость. Система передачи финансовых сообщений была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. Данные заявления особенно примечательны на фоне того, что совсем недавно в ходе визита в Китай глава МИД России заявил о необходимости отказаться от западных платежных систем. Таким образом, если совсем недавно США могли шантажировать Россию отключением от SWIFT, то в скором времени ситуация может измениться на диаметрально противоположную, при которой уже Москва будет шантажировать западных платежных гигантов потерей своего рынка. Как мы уже неоднократно говорили в предыдущих передачах, новая холодная война США с Россией и Китаем – это надолго. А значит, в будущем мы еще не раз вернемся к данной теме. Тем временем в Индии, по утверждениям мировых СМИ, разворачивается настоящая коронавирусная катастрофа. Как пишет CNN, в прошлую субботу Индия сообщила о 349 691 новом случае COVID-19. На протяжении почти недели страна ставила мировые антирекорды по ежедневному заражению. Также сообщается о том, что на протяжении 9 дней в стране ставились антирекорды по числу умерших от ковида. Например, в конце прошлой недели фиксировалось более 2700 смертей в сутки. В стране с населением в 1,3 миллиарда человек за три дня было зарегистрировано более миллиона новых случаев коронавируса, в результате чего общее число зараженных достигло 16,9 миллионов человек, а количество смертей подбирается к 200 тысяч. Медицинская система Индии не справляется с количеством больных. Дефицит всего – коек в реанимациях, медикаментов, кислорода, аппаратов ИВЛ. Тела скапливаются в моргах и крематориях, из-за чего власти были вынуждены проводить массовые кремации на неподготовленных для этого местах. Жуткие кадры облетели все мировые СМИ. Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что страна находится в эпицентре коронавирусного шторма. Цитата. «Мы были уверены в победе после успешной борьбы с первой волной, но эта буря потрясла нацию». Стоит отметить, что вышеописанная катастрофическая ситуация имеет место, несмотря на то, что в Индии производят две вакцины от коронавируса и уже несколько месяцев прививают ими население. Так, по состоянию на середину апреля, жителям Индии ввели более 100 миллионов доз двух одобренных вакцин Ковишилд и Коваксин. Однако для страны с населением в миллиард 300 миллионов человек этого, очевидно, недостаточно. Особенно, если учесть традиционную для индийских городов скученность населения и тотальную антисанитарию. Недавно Индия заключила соглашение о производстве в стране российской вакцины «Спутник В». Однако, само собой, ее производство в достаточном количестве пока не налажено. Индия намерена вакцинировать 250 миллионов приоритетных пациентов к концу июля. Эксперты говорят, что вакцинация идет медленно, и если ее не ускорить, этой цели достигнуть не удастся. На прошлой неделе правительство решило выдавать экстренные разрешения вакцинам, уже используемым в других странах. Как пишет BBC, Великобритания в воскресенье направила в Индию 495 кислородных концентраторов, 120 неинвазивных аппаратов и 20 ручных аппаратов искусственного дыхания. Премьер-министр Борис Джонсон пообещал, что Лондон сделает все возможное, чтобы помочь стране. Евросоюз также пообещал отправить в Индию кислород и медикаменты. США, которые занимают первое место по числу заболевших в мире, начнут поставлять в Индию наборы для экспресс-диагностики коронавируса, аппараты искусственного дыхания и средства индивидуальной защиты для врачей. Энтони Фауччи, старший медицинский советник президента США Джо Байдена, добавил, что Соединенные Штаты также отправят в Индию вакцину и будут помогать нарастить ее производство на месте. Подробнее о ситуации с пандемией коронавируса в мире и в частности в Индии поговорим с доктором медицинских наук Андреем Валянским. Здравствуйте! Добрый день! Вот первый вопрос, который хотелось бы задать, это то, насколько оправданы публикации мировых, в частности западных СМИ, о том, что сейчас в Индии происходит прямо какая-то катастрофа с коронавирусом. Ну, все мы видели эти шокирующие видео с массовыми кремациями. С одной стороны, это действительно шок, а с другой стороны, ведь это в традициях данной страны. В общем-то, ну, как-то, наверное, там это воспринимается не так, как здесь у нас. Реально, вот то количество летальных исходов, которые ежедневно сервисом в Индии, оно совсем не пугающе. Около, 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 около трех тысяч летних исходов. В течение года пандемии мы видели самые разные подъемы в США, в Западной Европе, в Бразилии, в Мексике. Поэтому, в общем-то, могу сказать, что это заурядный процесс на фоне пандемии. Ну, то есть, получается, в сравнении с населением Индии, миллиард триста миллионов, это такие, ну, допустимые цифры. То есть, или нет, или все-таки есть там какой-то кризис сейчас с противоэпидемическими мерами? Если сравнивать Индии с Китаем, это страны, где-то близкие по населению и площади, то, конечно, ситуация кардинально разная. В Китае в течение года держивают количество новых инфицированных на уровне 20, 30, скажем, 40 в сутки. Индия уже вышла на последние дни на 300 и более тысяч новых инфицированных. Вот вы упомянули программу КОВАКС. А что же это за программа? Как распределяются на нее вакцины? Как страны их закупают? И от чего зависит то количество вакцины, которое будет распределяться по этой программе? Вакцинация по программе КОВАКС – это вакцинация для бедных. То есть, вот мы говорим, что на сегодня в мире введено миллиард 100 тысяч доз вакцины. В основном это страны золотого миллиарда. В течение 2021 года будет произведено более 2 миллиардов 100 акцентов. И вот когда будет насыщена вакцинация населения идущих стран мира, избытки поступят в бедные страны. Будем говорить прямо в Украину. Таким образом, да, Украина вот попала в число стран третьего мира. Увы, с проблемой вакцинации это тоже связано. Но все-таки, что касается Индии, насколько влияет на распространение пандемии, принятая в обществе, ну скажем так, практика социального общежития? Мы же знаем, что в Индии бытует в определенных слоях общества антисанитария, бытует скученность населения, живут они достаточно плотно. И, скажем, в отличие от того же Китая, нет жесткого контроля за соблюдением норм самоизоляции. Вы практически четко определили акценты. В Китае есть жесткое эпидемиологическое расследование. Мы говорим о том, что в Китае имы где-то приблизительно одинаковое количество населения. Может быть, что в Китае нижняя плотность населения примерно в два раза. Но принципиально именно эпидемиологическое расследование. И вот поэтому на сегодняшний день в Китае практически не отмечается легальных исходов. Идея вышла на уровень более 300 тысяч инфицирований в суд и более 300 тысяч легальных исходов в суд. Насколько долго может этот процесс затянуться, но я думаю, что в течение месяца. А эпидемическое расследование – это имеется в виду массовое тестирование населения и выявление бессимптомных носителей, да? Абсолютно верно. И добавим сюда мероприятия. Жесткие мероприятия в койтоке. То есть цепочки должны перерываться. Ну это всевозможный контроль через электронные гаджеты, самоизоляции и прочие меры. И в Индии, насколько я понимаю, они не соблюдаются, как и в Украине. Вот в завершение хотел бы… Я не был в Индии, поэтому я не могу сказать, что… Я понимаю, что учитывая, конечно, в зависимости от электронных исходов, там реально нет нормального экземптомного действия. Я благодарю вас за беседу. На связи с международной панорамой был Андрей Валянский, доктор медицинских наук. Ну а во Франции на этой неделе отставные военные выступили против исламизации и предрекли стране гражданскую войну в случае, если к ним не прислушаются. 27 апреля стало известно о том, что десятки французских офицеров в отставке, в том числе два десятка генералов, написали открытое письмо президенту страны Эммануэлю Макрону. В нем они предупредили главу государства о росте исламизма в стране, из-за которого та оказалась на пороге гражданской войны. При этом отставные военные намекнули на то, что в случае бездействия центральных властей их коллеги могут взяться решать проблему самостоятельно. Всего письмо подписали 20 отставных генералов и более тысячи офицеров различного ранга, служивших в армии, полиции и жандармерии. Ведущим подписантом стал 80-летний генерал, бывший командующий иностранного легиона Кристиан Пикемаль. Он лишился своих привилегий вскоре после ареста во время антиэмигрантской демонстрации в 2016 году. Как значится в письме, цитата, «Франция в опасности. Ей грозят несколько смертельных опасностей. Даже в отставке мы остаемся солдатами Франции и не можем в нынешних обстоятельствах оставаться равнодушными к судьбе нашей прекрасной страны». Отставные офицеры также указали на то, что Франция стоит на грани распада из-за того, что на ее территории формируются анклавы, где законы республики не работают. Отдельно Макрону припомнили и то, что он выставил правоохранителей козлами отпущения во время демонстрации желтых жилетов. Кроме того, военные намекнули на то, что имеют широкую поддержку среди действующих французских силовиков. В правительстве осудили письмо генералов, но их поддержала лидер ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен и предложила военным присоединиться к ее борьбе за Францию. Открытое письмо отставных генералов было опубликовано еще на прошлой неделе и осталось поначалу незамеченным. Внимание к нему было привлечено уже после, на фоне последних событий, в частности, очередного теракта – убийства женщины-полицейского, которое произошло в минувшие выходные в городе Рамбуйе. 37-летний выходец из Туниса напал на женщину с криками «Аллах Акбар» и смертельно ранил ее ножом. Стоит отметить, что, согласно данным американской исследовательской организации Pew Research Center, в прошлом году во Франции число мусульман оценивалось в 5,7 миллионов человек, то есть 8,8% населения. Исследовательский институт рассмотрел три возможных сценария, связанных с изменением численности мусульманского населения в Европе. Первый предполагает прогноз количества мусульман на территории ЕС при так называемой нулевой иммиграции. Второй – при сохранении исключительно легальной иммиграции в страны Европы. Третий – при большом потоке, в том числе и нелегальных мигрантов, который был отмечен в Европе в 2014-2016 годах. Результаты впечатляют. При нулевой иммиграции количество мусульман во Франции через 8 лет увеличится до 8,6 миллиона человек. Во втором случае исследователи прогнозируют рост до 12,6 миллионов человек. В третьем – на 18%, то есть до 13,2 миллиона. При этом по состоянию на конец 2020 года население Франции составляло 65 миллионов человек. Глядя на приведенный выше прогноз роста численности мусульман во Франции, а также зная, что в политическом дискурсе там господствует политика толерантности, способствующая формированию во французских городах анклавов по этническому, культурному и религиозному признаку, понимаешь, что опасения французских отставников явно не лишены оснований. Однако на сегодняшний день ситуация зашла так далеко, что вряд ли ее уже можно переломить даже самыми жесткими административными решениями. Ну, а в американо-турецких отношениях тем временем намечаются новые проблемы. 24 апреля президент США Джо Байден выполнил предвыборное обещание и признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом. Как значится в официальном заявлении на сайте Белого дома, цитата, «Американский народ воздает дань уважения всем армянам, которые погибли во время геноцида, начавшегося ровно 106 лет назад». В своем заявлении президент США подчеркивает, что полтора миллиона армян депортировали либо убили в ходе кампании по уничтожению. Байден пояснил, что его задача не возложить вину на кого-то за произошедшее, а убедиться, что ничего подобного никогда не повторится. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту США, в котором отметил, что армянский народ и все армяне мира с большим воодушевлением восприняли послание об официальном признании и осуждении геноцида армян в Османской империи в 1915-1923 годах. Между тем, глава МИД Турции Мевлюд Чавушаглу заявил, что решение Байдена «популизм». Цитата. «Анкара не приемлет и решительно осуждает заявление президента США от 24 апреля по событиям 1915 года». Накануне публикации официального заявления Байден поставил президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана в известность, что Вашингтон признает геноцид армян. Под геноцидом подразумевается депортация, голод и массовые убийства армян турками-османами, начавшиеся в 1915 году. Турецкое руководство уже предупреждает США о дальнейшем ухудшении отношений. Как отметил глава турецкого МИД Мевлюд Чавушаглу, заявления о геноциде армян не принесут никакой пользы, но повредят связям Вашингтона и Анкары. Цитата. Если Соединенные Штаты хотят ухудшить отношения, то это их решение. Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Турция будет защищать правду от тех, кто, цитата, «вжжет» о так называемом геноциде армян и поддерживает эту клевету по политическим причинам. Учитывая то, насколько болезненной для Турции является тема геноцида армян, а также то, что именно к историческому опыту и эстетике Османской империи Эрдоган в последнее время публично апеллирует в своей внутренней политике, американо-турецкие отношения, вероятно, действительно ждет существенное ухудшение. Наряду с прежними размолвками из-за закупок Анкарой российских вооружений, территориальных споров с Грецией и особой позицией Турции по целому ряду вопросов в рамках НАТО, ситуация чревата обособлением страны в рамках Альянса, что, несомненно, отрицательно скажется на любых попытках США выставлять себя в качестве сохраняющего позиции мирового жандарма. На этом наша передача подошла к концу. До новых встреч на канале КРТ. Субтитры подогнал «Симон»!